я тестирую микрофон так вот сделаем а если мне кто-нибудь тут слышит пока я тут записываю пожалуйста мне напишите что у меня здесь все все получается но если не получается значит что я хочу сделать это вам показать это показать как правильно анализировать amazon значит наша задача заключается в следующем и так наша задача заключается в следующем проанализировать его и понять каким образом правильно находить тренды сейчас покажу все чтоб два раза не вставать смотрите идем сюда это вот вот эта вот кнопочка означает перечень всех товаров которые продаются на амазоне дальше идем вот сюда kindle и readers and books вот сюда дальше мы идем сюда вот indel books почему kindle а не просто books то есть kindle от электронные книжки которые можно издавать в порядке сам из дата отдаем в kindle и book в kindle books по одной простой причине что если вы что-то продаете вам гораздо выгоднее продавать электронные книжки чем бумажные у вас просто маржа там больше поэтому идем сюда вот теперь мы видим рекомендации вот здесь вот в этом месте мы видим рекомендации которые мне подсовывает сам amazon вам для того чтобы исследовать что-то надо смотреть не сюда потому что вот этот top picks for you это означает что ну в общем вам amazon показывает то что вы искали в предыдущий раз я искала фэнтези поэтому мне здесь вот большое количество всяких фэнтези и причем одного автора показывает в надежде что я что-нибудь куплю но я сюда не с покупками пришла а за ну за исследование теперь прокручиваем сюда чуть чуть ниже и вот здесь вот в этой части у нас написано department и kindle store kindle и books вот здесь у нас находятся различные здесь у нас находятся различные жанры вот когда вам нужно посмотреть на то что популярно что нет вот если вы хотите посмотреть то есть вот здесь все подряд все в основном это не художественная литература но самые популярные жанры выделены в отдельной категории то есть вообще вся литературка свалена вот здесь литературка и fiction вот сюда вот но самые популярные жанры выделены в отдельной категории что это такое mystery thrillers in suspense это детективы и триллеры science fiction and fantasy вот сюда это то что ну то есть это фэнтези и фантастика и еще выделено в teen and young adult это подростковая литература и young adult но это то есть молодые и взрослые видите то есть здесь вот это вот все вот этот перечень этих жанров он сделал нас не совсем логично он то есть это не вот что название тематические а это то что что обычные читатели ищут то есть вот если тинейджер придет сюда он не будет вот это все перебирать он сразу пойдет в свой знакомый раздел вот это тинэн ягодал поэтому часть здесь у нас обозначено по теме часть у нас обозначена по возрасту а часть у нас обозначено просто по популярным жанрам они выделены в отдельную категорию вот например у нас есть romans да то есть вот отдельная категория это любовные романы, то есть видите, да, и кроме того, вот если мы пойдем сюда literature and fiction, это литература и художественная литература, ну так называется, и посмотрим дальше, здесь у нас мы попадаем в общую категорию по художественной литературе, здесь опять же начинает нам подсовывать Амазон то, что он считает, что я у него могу купить, исходя из моих прежних исследований, опять же, сюда в центр не смотрим, он предназначен для тех людей, которые ну, то есть, которые являются покупателями, мы сейчас не покупатели, тем не менее, мы можем посмотреть, вот это featured categories, это те категории, те жанры, которые Амазон думает, что я могу чем заинтересоваться, исходя из моей истории просмотров, смотрите, вот genre fiction, это что такое, это жанровая художка, вот здесь вот action adventure, это приключенческая литература, это литература на иностранных языках, здесь много всякой разной, в том числе и русской, русские книжки на русском языке продаются на Амазоне, мы, в любом случае, продавались, смысла в этом нет, ни малейшего, потому что там невозможно эти книжки публиковать, ну, самостоятельно, потому что сервис, который поддерживает сам издат на Амазоне, не поддерживает русский язык, поэтому можно это сделать через всякие ридеры, опять же, я не знаю, может, уже все им заблокировали из-за санкций, но раньше так можно было, поэтому публиковаться на Амазоне на русском вообще дохлое дело, там всем диким, поэтому не тратим даже силы и время, ну, эротика, разумеется, women's fiction, это женская литература, историческая литература, современная, короткие рассказы, это в коротких рассказах в основном все равно будут доминировать те самые популярные жанры, которые всегда и везде популярны, тут не надо подчеркнуть, что там какие-то короткие рассказы с размышлениями о жизни будут работать, нет, только то, что популярно и так, просто многие люди не готовы инвестировать время и силы в эти большие романы, слишком долго читать, народу сил не хватает, они хотят чего-нибудь коротенькое, вот это вот шорт-сторис, это туда, вот здесь вот у нас, ну, то, что у нас называется интеллектуальная проза, на самом деле это хорошо написанная литература, такая с претензией на высокий слог, то есть вот если я что-то читаю, то я читаю вот отсюда, потому что мне вот это вот так нравится, но как бы тут уж по желанию, поэзия, да, поэзия тоже продается, но поэзия продается только при условии, если у автора социальной сети хорошо раскручена, то есть вот если Верочка Полоскова имела бы большое количество читателей на английском, она бы вот сюда, в эту категорию бы пошла и продавала, что тут нормально, но United States это правильно. Понятное дело, все, что касается Америки, внутренние дела, Америка это страна, которая замкнута на своих собственных делах, ей это интересно, religious and inspirational это все, что касается религии и всякой вдохновляющей литературе, опять же помню про то, что Америка это очень религиозная страна, огромное количество людей верующие, такие вот всяких разных деноминаций, но в России, в Украине и других странах постсоветского пространства вера является большей частью это ритуалом, отправлением ритуалов, а это жизнь здесь, то есть религиозная жизнь, это реально очень-очень большую часть занимает бытия, так скажем. Ну это классика, здесь классика в самых разных жанрах, мифология и сказки, опять же это все очень-очень четко пересекается с тентези в основном, литературная критика, это в основном обучалки всякие и ужастики, это вот то, что вот это picture categories, это то, что мне порекомендовала Amazon, сам исходя из того, что я раньше смотрела. Здесь у нас ниже идут скидки, то есть очень часто продажи на Амазоне педалируются с помощью скидок, ну собственно, как всегда, новинки, скидки, это все, что работает. Вот, и, ну в общем, что нам нужно смотреть, куда нам нужно смотреть. Вот мы зашли сюда в раздел литература и художественная литература, то есть, ну художка, в общем, грубо говоря, мы смотрим вот здесь вот различные жанры. И здесь, что важно для иностранного автора, ничего не надо вылюбывать и не надо натягивать сову на глокус и думать, вот у меня есть какой-то роман, который я писала совершенно для другой целевой аудитории, как бы в какую бы мне сюда категорию засунуть, ответ ни в какую, она сюда не зайдет. То есть надо сначала вот это все поисследовать, выяснить, что есть спрос прям вот сто процентов железный, и потом свои произведения переписывать и переделывать под существующий спрос. Если мы просто выкладываем сюда, то есть вот многие авторы что делают, а дай-ка я переведу на полном серьезе, потому что сейчас вам скажу, это не шутки, туркменскую литературу на английский язык, и я ее здесь размещу, и будет несчастье, не будет, потому что нет такого раздела туркменской литературы. То есть это никто не найдет, это братская могила. Или дай-ка я переведу там роман, любовный роман из жизни современной Москвы, я и сюда его помещу. Делается не так. То есть невозможно будет это продать совсем. Вот что, мне кажется, могло бы продаться, это такое крутое исследование журналистское, это про жизнь олигархов, там олигархские жены, например, богатые и знаменитые в Москве, ну такая вот доля иронии, журналистского расследования. Вот это могло бы, наверное, пойти, а все остальное, а-а-а, no, no, no. Вот, значит, если мы хотим продавать любовный роман, ну сейчас пример приведу, что нам нужно сделать. Это мы идем, это мы идем, куда? Мы идем в романс, так, сейчас я ее найду, в инстикшн, так, эротика, сейчас, вот это action adventure, металлогия, бритиш, классик. Вот, кстати, замечаете, да, что существует отдельный спрос на какие-то вещи, которые кажутся, боже мой, как это вообще тут оказалось? То есть здесь вроде бы по жанрам идут бритиш, то есть это британская литература, которая выделена вообще в отдельную категорию. Почему это так? Потому что англомания – это отдельная точка интереса для тех людей, которые читают. И вот она поэтому выделена в отдельную категорию. Так, драма-плейс, эротика, жанровая фикшн. Давайте-ка в жанровую фикшн пойдем, вот, вот сюда. И смотрим, что у нас тут есть в жанровой. То есть, опять же, здесь мы просматриваем. И здесь у нас появляется, вот видите, да, то есть в жанровой фикшн нам будут говорить про те тренды, которые существуют. Там биография, городская жизнь, возрастление, катастрофа, эротика, семейная жизнь, дружба. То есть, вот, когда вы начинаете исследовать свой рынок, вы вот лезете в эти вот жанры, под жанры, вот сюда, 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 в самую-самую глубину. Вот давайте, допустим, городскую жизнь пойдем, посмотрим, а что там. И вот здесь вот нам будет высвечиваться то, что люди покупают в том порядке, в котором они покупают, исходя вот из этого интереса, современной городской жизни. Сюда можно, то есть надо помнить о том, что жанры, которые вы выставляете в Kindle, в самом, то есть на платформе самоиздата, не соответствуют тому, где эта книжка появится вот здесь, на Амазоне, на сайте. То есть, это надо, надо просто вот изучать вот это все, и чтобы попасть вам в правильную категорию, потом можно будет написать в администрацию Kindle и сказать, поставьте меня в правильную категорию, если вы не оказались там, где надо. И теперь, что мы делаем? Мы смотрим, вот здесь вот можно сортировать сортировать по тому, фичерид, это то, что сайт сам думает, что тебе понравится. Это по цене от низкой к высокой, по цене от высокой к низкой, по количеству ревью и по дате публикации. Поэтому, вот, допустим, у нас есть книжка, которую почему-то занесли вот сюда в город, в городское, вот Dark Power, темные часы. Значит, 34 тысячи звездочек, чтобы вы думали. Теперь, что нам нужно сделать? Когда мы заходим в ту категорию, которая типа наша, которая может быть нашей, мы сюда заходим, вот сюда, тыц, и смотрим дальше, сейчас покажу, на что обращать внимание. Обращайте внимание на цену. То есть, вот здесь вот мы можем посчитать, сколько денег автор или издатель заработает, исходя из его позиции в продажах. Цена очень высокая. Обычная электронная книжка за 15 долларов не продается. Это значит, что автор очень известный. Просто обращайте внимание на это. Обращайте, опять же, внимание больше всего на Kindle, потому что здесь у вас самый высокий процент продаж. На бумаге лучше продаются, ну, детские книжки в основном, и, наверное, учебники. Вот они идут лучше на бумаге. А все остальное лучше в Kindle продавать. Это не значит, что вам не надо продавать на бумажках, на бумаге. Вот, значит, еще обращайте внимание, что еще бывает, какие бывают варианты. У Kindle это электронная версия. Это аудиокнига. Hardcover – это твердая обложка. Paperback – это мягкая обложка. И еще есть масс-маркет Paperback. Это имеется в виду дешевая бумага, маленький формат. Поэтому цена между Paperback и масс-маркет Paperback, это, она разная, видите? То есть, можно делать разные форматы. Куда мы идем дальше? Что смотрим? Пролистываем, пролистываем. Да, не забываем обязательно изучать вот эту вот часть описания и делаем вот так, как принято в вашем жанре. Вот эти вот аннотации изучаем очень-очень внимательно. Вот как вот тут принято, так и делайте. Если не умеете писать аннотации, Гори Мичан, она вас намучит, у вас там, ну, как бы, занимается с вами лично. Вот что. Ну, в общем, кому надо спрашивать. Значит, дальше прокручиваем сюда-сюда-сюда. Вот, вот это вот важно, детали о продукте. Во-первых, мы смотрим, а кто это издавал, паблишер, вот это. Здесь мы видим Little Browning Company, это издательство, достаточно такое, устоявшееся, большое. Мы что можем сделать? Мы можем название вот это вот скопировать и посмотреть, а кто это. Если это сам издат, то там будут какие-нибудь там слова, рыбий хвост или еще что-нибудь в этом духе, и вы ничего там не найдете, там даже сайта не будет. Или уже может вот эта категория вообще паблишера обсуждать, потому что тем, кто сам себя издает, ему... Ой, так, собака пинает в клубиатуру. И нет никакого смысла на то, чтобы... Нет никакого смысла брать и рекламировать свой бренд как издатель, они этим не занимаются. А вот издатели, которые настоящие издатели, они выставляют. Дальше что мы смотрим? Вот это важный момент, это найти, кто публиковал. Второй момент, еще важно посмотреть на вот этот вот значок 582. Что это означает? Это означает место в рейтинге в общем зачете. Здесь у нас еще одна очень полезная ссылочка. Это значит бестселлеры, что вот на данный момент, прямо сейчас продается лучше всего на Киндле. Мы можем сюда открыть дополнительную вкладочку и посмотреть. И здесь нам все будет очень хорошо видно по жанрам. То есть что входит в первую платную. Видите, это вот сотня платная, а это сотня бесплатная. Какие жанры идут? На что обращаем внимание? Вот если вы пролистаете вот эти первые две сотни, вы абсолютно четко увидите, что обложки и названия, они примерно одинаково сделанные. Ну вот, то есть это по жанрам. Вот видите, одинаково примерно. Да? То есть вроде бы авторы разные. Вот, вот видите, обложки-то примерно одинаковые. Или же обложки вот это и вот это примерно одинаковые. Что это говорит? Это говорит о том, что читатели узнают свою литературу, какая им нравится, исходя из той обложки, с которой они видят. Вот, вот опять об одинаковые обложки все. То есть когда вы сюда залезаете, то есть вопрос был, что популярно? Популярно. Вот сюда заходите, вот в эту вот сотню первую. И вы без труда увидите, что популярно, какие жанры популярны. Достаточно прочитать все описания, вы сразу все увидите. Вот эти люди, которые продают книжки здесь, они зарабатывают денег просто дофига. Вот реально очень-очень много. Потому что они, ну то есть, понятное дело, все это очень сильно зависит от цены. То есть одно дело продавать за почти 15 долларов, а другое за почти, там, за 2,5 доллара. Большая разница, да? Но если мы видим совсем дешевые цены, речь идет, скорее всего, о скидках. То есть это все продается за счет того, что автор, в общем, есть специальный скидочный сервис, куда можно загнать свою книжку за деньги. Это не просто так делается. И тогда они сделают рассолку о том, что у тебя скидка. Если твоя книжка нравится, то тебя как бы вот эти люди на скидках копят. И задача такая. То есть хотите узнать, что популярно, вот изучать вот этот вот сегмент и не ошибаюсь. Но вам не обязательно быть в как бы в самом-самом популярном жанре для того, чтобы делать хорошие деньги, вообще зарабатывать на англоязычном рынке. Достаточно быть в своей нише. Вот у вас есть своя ниша. В ней достаточное количество народу. Достаточное количество народа мы видим по тому, по продажам в жанре. То есть чтобы он был хотя бы в первые тысячи. Вот если вы в первые тысячи по продажам, то и будет все хорошо. Помните, я вот эту вот штучку вам показывал, циферку, да? Вот если вы 588, 82 место, это значит, что, ну, в общем, у вас очень хорошая продажа. Нормальные продажи, это где-то до 20-тысячного места. Это вот, ну, жить можно. Вот так вот. Если у вас первые тысячи, вы вообще в полном шоколаде. У вас вообще все хорошо. И смотрите еще вот эти вот поджанры. А это даже не поджанры, это просто обычно тематические указатели. Мы можем, опять же, заходить сюда. То есть у нас что здесь написано? Private Investigator Mystery. То есть это частные детективы. Вот сюда. И только отмечайте, что это books, то есть бумажные книжки. А вот это Kindle Store, то есть это электронные книжки. Вот если мы сюда тыканем, то мы здесь вот как раз и попадаем в серию, ну, это не серия, как бы раздел, в котором как раз рассказывается о участках детективов. И вот развлекаемся, и вот смотрим, что популярно. Обращайте внимание, видите, все популярные обложки оформлены примерно одинаково. Ну, туда-сюда. Потому что читатели, поклонники этого жанра узнают так свою книжечку, которая, вот они любят свой жанр, вот ему сюда и нужен. Вот, значит, кроме того, вам Амазон всегда дает подсказочки. То есть вам вот это вот Mystery, Thrillers and Suspens, то есть детективы и триллеры. В русском языке Thrillers and Suspens это одно и то же. По английскому немножко разное, но, в принципе, одно и то же. Вот мы попали в раздел Mystery, то есть детективы. И вот здесь вот у нас вот уже градации низкие, ниже, ниже, ниже и ниже есть. Давайте еще один, то есть как бы закрепим полученный опыт. Давайте еще разочек пройдемся по всему, чего нам нужно. Итак, значит, заходим сюда. Помните, да? То есть идем в Амазон. Сейчас сделаем еще одну попытку. Попадаем сюда в Амазон. Теперь идем вот сюда в категорию All. Теперь идем в Kindle и Readers and Books, то есть читалки для Kindle и книжки. Тыкаем сюда. Тыкаем в Kindle Books, в электронные книжки. И теперь идем по жанрам. Сейчас у нас высветятся вот эти жанры. Вот прокручиваем сюда вниз. Давайте теперь посмотрим исторические романы. Чтобы нам найти исторические романы, нам нужно зайти в... Так, нам нужно опять же зайти в Literature and Fiction, в литературу и художественную литературу. Так вот сюда идем. И теперь прокручиваем сюда ниже. Вот historical fiction, историческая литература, исторический роман вот сюда. Дальше смотрим мы, что в исторической литературе, в исторической литературе, она связана, то есть интерес к исторической литературе связан либо же со страной, либо же с периодом, либо же бывает, что это с какой-то темой исторической. И вот мы весь вот этот набор этих тем, мы их здесь увидим. И мы видим их, что вот этот набор тем, он не соответствует логике внутренней. То есть вот Африка, здесь же Древний мир, например. Дальше Азия, Австралия, Океан, биографическая литература. То есть видите, здесь нет внутренней логики, ну как бы не по географии распределенного, а распределенного по алфавиту и по темам, которые люди считают, что вот их это интересует. Вот если мы, допустим, сюда зайдем в Russian, то есть про русскую литературу. Что мы здесь увидим? Мы увидим, что какие книжки наиболее популярны в историческом романе про Россию. Так вот, здесь очень часто доминируют одни и те же темы. И мы увидим, что это либо очень известные авторы, которые принадлежат, в общем, к литературным сливкам общества, типа Кена Фоллета. Либо же мы увидим еврейскую тему, которая, ну в общем, она все время с русской пересекается, потому что евреи много страдали в России, и очень много эмигрантов из России, евреев, а читающие женщины, еврейские, они очень заставляют значительную часть вообще людей, которые покупают книжки. Вот поэтому еврейская тема важна. Вот эта вот. Вторая мировая очень важна. Опять же, особенно в связи с еврейской темой. Что еще важно? Our woman in Moscow. Важно американский взгляд. Ну, в общем, развесистая клюква. Развесистая клюква очень хорошо продается. Вот эта вот «Джентльмен из Москвы» абсолютно развесистая клюква продается. То есть там миллионы дземперов проданы. То есть вот Амуртауэлс на этом, если кто хочет посмеяться, можете эту книжечку найти в интернетах, она на русский переведена. «Джентльмен из Москвы поражать», что называется. Это такой трошняк, что вот хоть стой, хоть падай, а народу нравится. Это все просто потому, что представления о прекрасном на разных рынках разные. Потом, вы, кстати говоря, вот здесь вот Елена Горохова, совершенно неизвестный автор, но его выпустил недавно, перед самой войной, выпустил сам Амазон. У них есть свое подразделение, свое издательство, которое занимается продажей книжек из разных стран. Они за свой счет это все дело переводят. Вот они Елену Гороху выбрали, и она у них очень даже неплохо продается. Потом хорошо идут «Холодная война», и хорошо продаются книжки, которые связаны со всякими русскими шпионами, всякая Наташа Ростов. Вот это вот, вот это вот. И что у нас еще тут есть? Лев Толстой классика еще вон тоже нормально продается. Вот, допустим, давайте посмотрим, как Лев Толстой продается. Вот, то есть мы его обнаружили здесь, заходим сюда, и по тому же самому принципу, который я вам показывала, значит, смотрим, прокручиваем вниз, и видим, что Лев Толстой у нас 28 765 место в общих продажах, в общем зачете. И здесь вот еще есть подразделение на различные темы. Вот если мы пойдем в «Historical Russian Fiction», это исторический русский роман, скажем так. Вот если мы вот сюда его не утыкнем, и мы опять вернемся вот в ту самую категорию. Но раскладка здесь может быть чуть-чуть другая, потому что Амазон все время пытается подсунуть вам чего-нибудь, понять, о чем вас интересует. Здесь вот, видите, вот цены дешевые на скидках, на скидках. А вот здесь вот по какой-то причине, смотрите, видите, здесь вообще попало какой-то фэнтези, что ли, суть по обложке, и вообще про Скотти, что, если это шотландцы. Почему это так получается? Это получается потому, что некоторые категории популярные, и некоторые категории достаточно конкурентные. Вот все, что касается шотландцев, это и популярно, и конкурентно. Но для того, чтобы получить значок бестселлера, иногда авторы жульничают, ставят неправильную категорию, ну или хотя бы там, то есть поставят что-то русский исторический роман, который, может там их один или два героя какие-нибудь русские есть, там третий степенные. Но это не будет ничего значить, потому что вот здесь, в этой категории эта книжка находится на четвертом месте, и как бы чуть-чуть поднажать, и она сможет чем-то в Москве преодолеть. Ну это, конечно, вряд ли, но люди просто пытаются. Потому что если ты находишься на первом месте в категории, то у тебя появляется вот этот значок, номер один бестселлер, и ты тогда сам про себя пишешь, что я бестселлер на Амазоне. Это делают вообще все, кто хотя бы разочек побывал в бестселлер в категории. Это вообще на самом деле по продаже не значит ничего. Ты можешь быть бестселлером в очень узкой категории, но все равно люди пытаются еще один надувать, что называется. Теперь, вот допустим, мы посмотрели «Джентльмена в Москве». «Джентльмен в Москве» был популярен, то есть издалась книжка в 2016 году. Продается, смотри, за какую цену. Продается за почти 10 долларов. Это означает, что тот, кто ее издает, получает 7 долларов с каждого проданного экземпляра. То есть 30% Амазон берет себе, 7 долларов он оставляет производителю. Смотрим, кто его издает. «Джентльмена в Москве». Его издает «Джентльмена в Москве». Его издает «Пингвинбокс». Это издательство. То есть на самом деле автор перепадает меньше. Но учитывая, что он с 2016 года, уже сколько это, 6 лет продает эти книжки, он до сих пор на 452 месте. Там заработана книга в миллионы долларов. И он на первом месте в «Historical Russian Fiction» уже, ну, в общем, несколько лет. И важно понимать, чего хочет публика. То есть важно знать вот эту свою категорию, понимать, как она оформляется, какие темы. Потому что, допустим, если мы попытаемся пойти вот в эту самую русскую, русский исторический роман, вот сюда, и попытаемся сюда продать что-нибудь какого-нибудь Солженицына или еще кого-нибудь. Никогда в жизни это не будет продаваться, потому что вот количество тем, которые заходят в русском историческом романе, ну, очень-очень граничны. Там всего 3 или 4 темы. И все остальное не будет просто работать. То есть потому что людям это нафиг не нужно. И совершенно не важно, насколько это все хорошо написано. То есть Вторая мировая война, да. Евреи, да. Холодная война и на шпиона Джеймс Бонд, да. Какая-нибудь клюква, ну, такая, ну, то есть клюква должна быть там смешная для, как бы, для публики. Да, тоже зайдет. И еще зайдет классика. А, еще, знаете, что зайдет? Еще зайдет королевская, ну, это интераторская семья. Вот. Она, я ее тоже вижу в больших количествах. Это не значит, что эти книжки хорошо написаны. Вообще ни о чем. Это не значит, что авторы знают русский язык и знают, чего там внутри. Знают материалы. Нет, они такие книжки какие-то другие там прочитали, где-то в библиотеке. Это не важно. Потому что они работают не для тех людей, которые все понимают, как это устроено. Они работают для тех людей, которые эти книжки физически покупают. А им вот нравится вот такое. И что еще нам, на что еще нам нужно обращать внимание? Потому что в каждой категории надо отслеживать вот первые несколько мест, а где они находятся в общем зачете. То есть категории вообще популярны или нет. Вот мы зашли в джентльмен Москвы и увидели, что у него продажа хорошая. Заходим мы в поезд до Москвы. Так, так, так. Значит, почему поезд до Москвы хорошо зашел? Потому что его, вот это Lake Union Publishing, это подразделение Амазона, он его очень сильно толкал по своей рассылке. Прям вот очень-очень сильно. И мы смотрим в общем зачете. В общем зачете тоже все хорошо. 1020 место. То есть у Елены Гороховой тоже все зашибись. Так, теперь смотрим. Но это еще, опять же, это еще не говорит про то, что тема популярна. Мы возвращаемся назад и отслеживаем еще несколько людей. Потому что мы помним, то есть важно отслеживать автора. Он вообще no name, то есть непонятно кто, а мы-то сами непонятно кто, когда мы заходим на рынок. Или же у него есть какие-то, допустим, бонусы, ресурсы. То есть у Елены Гороховой этот бонус есть. Ее толкает сам Амазон через свои рассылки. Поэтому у нее хорошая продажа. Нам надо находить тех авторов, которые сами себя продают. И смотрим, вот заходим на номер 3. Номер 3 цена. Доллар 99. В общем, с такой ценой автор получает центы. То есть даже больше, чем доллара. Но как бы продажи не делают денег особо. Так. Заходим, значит, вот сюда. Смотрим год продаж. Ха! Год продаж. 98-й год. Это, скорее всего, когда мы видим всплеск продаж на такую старую книжку, скорее всего, происходит следующее. Кто-то из популярных блогеров на эту книжку сослался. И вот сразу вся его история вскакала, и вся его аудитория побежала и начала эту книжку покупать. Вот. Ну, здесь надо исследовать. Кто-то как принял по Феджеральд, я не знаю. Может быть, к моему стойду. Вон, написано, что это выигрывало букер. Хорошо. Посмотрим потом. В общем, когда цена такая низкая, а книжка давно издавалась, это означает, что кто-то ее запустил в продажу. Теперь заходим вот сюда. Посмотрим, что у нас тут. Вот это, когда мы видим 0.99, Kindle Price, 100% скидки. Это через скидочный сервис сделано. Теперь смотрим на продажи. Ну, в общем-то, тоже неплохо. Но видите, да, то есть как только мы место смотрим другое в продажах, то есть до этого у нас был тысяча какой-то, здесь 4.066. И, значит, на самом деле речь там идет о Тюдорах, Тюдор Романс. И это просто категория выставлена неправильно. Потому что, когда в заголовке мы смотрим, то есть, что это такое? Это исторический, исторический любовный роман. Ну, по обложке тоже все видать. И это, скорее всего, сам издат, потому что по обложке тоже видно. Ну, да, как только у нас издателя не указано, это точно сам издатель. Поэтому категория просто неправильно выставлена для того, чтобы подняться в рейтинге чуть-чуть повыше. Чтобы... А, вот что еще забыла сказать. Когда категория выстраивается неправильно, почему это делается еще? И не только для того, чтобы получить бейджик, но еще и для того, чтобы тебя можно было найти. Например, если ты пишешь, что вот у нее написано «Шотландский средневековый исторический любовный роман». То есть вот эта вот у нее тема. Если она это поставит... Если она это поставит у тебя в категорию Шотландии, может, она там окажется на месте там 500-м, ее никто там никогда не найдет. А когда она поставила в менее конкурентную тему русский исторический роман, то она здесь уже на четвертом месте. Ну, понятное дело, что именно конкретно с этой книжкой это может быть не так, но как бы я просто объясняю, почему люди устраивают неправильную категорию. Идем вот сюда. Кейт Квинн, она тоже у нас известная автор. Она пишет вот этот роман «Шпионский» про Вторую мировую войну. Опять же, про Аушвить. То есть евреи, Вторая мировая война, шпионы – это наше все. Это все, что связано с историческим романом, считается. Смотрим сюда. «William Morrill, Paperbacks», тоже издательство. Год издания 19-й. Хорошо. Рейтинг тоже хорошо. То есть нормально она будет продаваться. И цена у нас какая? 10 тысяч 99. То есть видите, смысл какой? Что когда мы сидим и тратим силы и время на исследование своего жанра, мы начинаем понимать, а что популярно, что не популярно, что зайдет, что 100% не зайдет. Мы можем в номер 6 еще зайти. Это Вторая мировая война евреев. И Хатта Моррис, она тоже автор уже нескольких бестселлеров, тоже сидит на вот этой теме «Царая мировая война евреи». И у нее своя аудитория уже собрана. Поклонники ее темы. Смотрим у нее. Ну, как бы, то есть это здесь видите, все сразу же количество продаж уменьшается, уменьшается. Здесь вот отмечено, что это еврейская литература. Кто издал? Сент-Мартин Пресс. Это издательство издано. И год издания, год издания 19. И так все понятно. Вот. То есть вот таким вот способом вы изучаете свою категорию, заходите, то есть тыкаете во все категории, изучаете очень внимательно. Не тратите на это очень много сил и времени, потому что если вы это не потратите вот здесь, вы тогда напишите роман, которому ноль шансов на продажу. Вот абсолютно ноль. Приведу пример. Еще у меня был один знакомый автор, который писал, то есть у него идея была такая, что я сейчас напишу фэнтези на основе местного фольклора, ну, российского, и это будет необычно. Это будет кому-то, ну, то есть это заинтригует, потому что, ну, что там Шотландия, Ирландия, Великобритания, это фольклор уже, ну, весь ипсосаль уже сверху донизу. Так вот, нет. Потому что спрос на Шотландию и Ирландию есть, а спрос на условную мордовую и чувашию нет. Его не существует в природе. И когда вот люди, то есть почему она сюда вот поставила, эта дама поставила Scottish medieval romans, historical romans, потому что именно это вот люди будут сюда набивать вот в эту строчку. Про что я хочу почитать? Я хочу прочитать про шотландский любовный роман в средневековой декорации. Вот она так и напишет Scottish medieval romans. И вот это будет тут. И она сразу же найдет то, что ей нужно. Заголовка, про заголовки это тоже все очень важно. Вот. Поэтому, поэтому исследуем все внимательно. Если мы хотим продавать книжки на американском рынке, мы сначала делаем исследование, потом что-то пишем. Если делать наоборот, ну, что называется, вы тогда потратите много месяцев на то, чтобы что-то написать, потом потратите много денег на то, чтобы это перевести, потом потратите еще много денег на то, чтобы это разрекламировать, результат у вас будет. В лучшем случае, вы выйдете. Зачем вы купите их на месте? Вот. Теперь конец фильму. Я сказала вам все, что хотела сказать и поставлю это, наверное, на YouTube. Без оформления, потому что вкладывать силы и время я в это больше не буду. Все. Всем пока.